В Ненецком автономном округе заработала горячая линия по вопросам, касающихся заболевания новой коронавирусной инфекцией. Колл-центр работает круглосуточно. Специалисты горячей линии ответят на вопросы жителей о соблюдении режима самоизоляции, организации медицинской помощи и лекарственном обеспечении. Также здесь можно будет уточнить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе и необходимых мерах безопасности. Телефон единой горячей линии 8 800 301 00 83 и 8 818 53 238 07. Звонок бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Ненецком автономном округе При выборе той или иной процентной ставки для бизнеса предприниматель не может изменить ее в течение года. То есть, если предприниматель выбрал объект доходы со ставкой 5%, но при этом расходы больше, чем доходы, то перейти на другую систему можно будет только в следующем году. Подробную консультацию по пониженным ставкам УСН можно получить по телефону горячей линии плюс 7 911 573 83 83 или лично в Центре развития бизнеса по адресу улица Ненецкая, дом 3. В Ненецком округе началось формирование нового состава Общественной молодежной палаты при собрании депутатов. Войти в состав палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе и постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами округа. Свои кандидатуры могут направлять молодежно-консультативно-совещательные структуры при представительных органах муниципалитетов округа, общественные объединения, окружные образовательные организации высшего или среднего профессионального образования, просоюзные организации, окружной департамент в сфере образования и молодежной политики, также самовыдвиженцы. Потенциальным кандидатам необходимо подготовить мини-проект, содержащий предложения в сфере совершенствования молодежной политики в округе. В нем должны содержаться обоснования этих инноваций. объемом не более трех листов, а также возможный прогноз социально-экономических преимуществ при реализации проекта. В новый состав палаты войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении двух лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв палаты из 10 кандидатов. С порядком формирования общественной молодежной палаты можно ознакомиться на официальном сайте окружного собрания депутатов. Получателям ежемесячной выплаты из материнского капитала до конца года необходимо оформить карту МИР. Об этом сообщает Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Архангельской области и Ненинскому округу. Переход на карты МИР осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о национальной платежной системе. Срок перехода до 31 декабря. До этого времени граждане, получающие пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты других платежных систем, должны перейти на карту МИР. Новые реквизиты карты необходимо представить в клиентскую службу Пенсионного фонда. Это требование распространяется и на получателей ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Если у получателя ежемесячных выплат уже есть действующая карта МИР, но средство пока зачисляется на карту другой платежной системы, то ему достаточно обратиться в территориальное отделение ПФР с реквизитами карты МИР. Напоминаем, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции территориальные органы Пенсионного фонда ведут прием граждан только по предварительной записи. Записаться на прием можно с помощью личного кабинета гражданина на сайте отделения Пенсионного фонда или позвонить по номерам телефонов горячих линий клиентских служб, размещенных на сайте в разделе «Контакты региона». В администрации Наринмара принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший предприниматель года 2020». К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, работающие на территории города. Конкурс проводится по двум номинациям – «Лучший предприниматель в сфере услуг» и «Лучший предприниматель в сфере общественного питания». Для участия необходимо подать заявку, собрать пакет документов и снять презентационный видеоролик хронометражем не более пяти минут. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 декабря 2020 года. Пакет документов и творческую работу будет оценивать конкурсная комиссия и горожане в два этапа. На первом этапе с 15 по 17 декабря в официальной группе «Город Наринмар» в социальной сети ВКонтакте пройдет электронное голосование. Второй этап конкурса состоится 22 декабря. В администрации Наринмара конкурсная комиссия оценит видеоролики и подсчитает количество баллов каждого участника по итогам двух этапов. Победителями конкурса станут участники, набравшие наибольшее количество баллов каждой номинации. На торжественном вечере они будут награждены дипломами, подарками и грантом в форме субсидии в размере 100 тысяч рублей. Телефон для консультации по участию в конкурсе 4-23-13. 20 ноября начинается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок мать и дитя в санаторно-курортную организацию, а также путевок на отдых для детей в составе организованных групп. Прием продлится до 20 декабря включительно. Традиционно по путевке мать и дитя в санаторно-курортное учреждение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющих третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Оздоровительные путевки предоставляются один раз в два года. Обязательные условия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума, и ребенку требуется санаторно-курортное лечение. Продолжительность пребывания в санаторно-курортном учреждении составляет 21 день. Первоочередное право на путевку имеют многодетные семьи и граждане, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группы здоровья, постоянно проживающие на территории Ниньского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. В городе Наринмаре открылся детский технопарк «Кванториум». Это структурное подразделение детско-юношеского центра «Лидер». Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». «Кванториум» рассчитан на возрастную категорию детей от 7 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение не менее 800 детей. Обучение в технопарке проходит по 7 техническим направлениям. «Квантумы» оснащены высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Кроме учебных помещений, здесь оборудованы шахматная гостиная и интерактивный музей. «Кванториум» ждет будущих инженеров по адресу. Улица Ленина, дом 25. Это старое здание школы номер 3. 16 ноября в Ненецком округе стартовал муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. В нем участвуют ученики с 7 по 11 класс. Интеллектуальные состязания школьников на уровне муниципалитетов будут проходить до 15 декабря. Согласно плану, графику, в первую неделю умников и умниц выявят в таких дисциплинах, как астрономия, немецкий язык, экономика, экология и ОБЖ. Олимпиадные задания, которые решают участники, основаны на школьной программе, но подразумевают углубленное знание предмета. На муниципальный этап отобраны дети, которые набрали проходной балл на школьном этапе. Напомним, Всероссийская олимпиада проводится в 4 этапа в течение учебного года. Сентябрь-октябрь – школьный этап. В нем могут участвовать ученики с 4 по 11 класс. Ноябрь-декабрь – муниципальный для учащихся с 7 по 11 класс. В январе и феврале на уровне субъекта Российской Федерации определяют лучших знатоков предметов среди старшеклассников. В марте-апреле знатоки страны состязаются на федеральном уровне. 15 ноября в Ненецком автономном округе стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Цель акции – исполнение желаний детей, проходящих лечение в больницах округа или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По замыслу организаторов, каждый желающий сможет исполнить заветное желание такого ребенка. Для этого следует приобрести подарок, описанный в его новогоднем письме. Принимается как спонсорская, так и гуманитарная помощь. Объявлен сбор канцелярских принадлежностей, сладостей и игрушек. «Елка желаний» продлится до конца декабря. Сбор подарков проходит в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу улица Рабочая, дом 17А, кабинет номер 3. Более детальную информацию можно уточнить по телефону 40271 и 42180. В городе Наринмар стартовал прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер». Его участниками могут быть представители малого и среднего предпринимательства. Конкурс будет состоять из двух этапов. В первом участникам предстоит ответить на 10 тестовых вопросов. Во втором – выполнить вечернюю прическу на длинных волосах. На практическое задание отводится полтора часа. Приветствуется создание целостного образа модели. При этом внимание должно быть сфокусировано на волосах. Конкурсная комиссия будет оценивать это дополнительными баллами. Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать выбранному образу. Макияж должен быть выполнен заранее. Конкурс состоится 21 декабря в администрации города в формате онлайн-конференции на платформе Zoom. Победители получат гранты 170 и 50 тысяч рублей в зависимости от набранных баллов. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 11 декабря в администрации Наринмара с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Телефон для консультации по вопросам проведения конкурса 8 818 53 4 23 13. Субтитры создавал DimaTorzok